а салам алейкум джигетермен киздар булка штанов минын каштанов реакшн канала макошки лди низдер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием полковник нарушитель чуть не сбил руслана жинписова у меня уже есть одна реакция на руслан жинписова чуть-чуть вниз если пролистаете то обязательно найдете постараюсь не забыть и и скинуть ссылку в описании тем более в последнее время кстати очень много пишут в комментариях чтобы я посмотрел и сделал реакцию еще на какое-то видео насколько я понимаю этих видео много у руслана жинписова как он общается с блюстителями правопорядка да так что ребята я вас услышал выполняю вашу просьбу по традиции прежде чем мы приступим коп рахмет за то что подписывайтесь на канал а кто еще не подписался ребята внизу кнопка проходим прожимаем автоматически там где-то рядом можно и лайк поставить ну что называется авансом а мы приступаем и переводишь в полковника сам целый подполковник без ремней а ты разве не на дороге до спорта еще оформляй вот ухтат ухтат оформляй как это так полковник давай давай то что просто как это так ребят короче вы чё себя так ведете ничего себе блин меня он чуть не задавил вы еще стоите смотрите на это где сам момент более не будет да вот это беспредел называется вот это форменный беспредел это реально беспредел уже на документы получайте оформлять как положено ничего себе перевозка пассажиров не пристегнутых ремнем безопасности господин полковник рождите обратиться как у вас дела как здорово вы не подскажете вот вы согласны с тем что ответственность за ремень который не пристегивает пассажир на водителя должна лежать на водителе вы согласны с этим я ваше оправдание не спрашиваю я знаю что из-за вас он врюхался уже ваш подполковник вы мне просто объясните вот как мы лет два человека сознательно мы оба понимаем что есть закон который нам подписывает определенные виды ответственности и если водитель говорит пассажиру пристегни пожалуйста ремень а тот говорит да не мне все равно кто должен нести ответственность за это почему только водитель вы согласны что это сейчас понести наказание отлично все давайте вашего подполковника поймаем куда-то убегает господин подполковник подчинитесь законному требованию ваших вон подчиненных я руслан жанписов гражданское лицо зафиксировал правонарушение вызвал наряд полиции прошу вас оформить будете подчиняться законным требованиям сотрудников полиции не было да вы меня чуть не задавили вы пока пытались вы ремень одеть вы пока пытались ремень одеть неприятно 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 да а я вообще за руку держу что ли моя рука в кармане в смысле сал волос ой господин тургумбаев будьте любезны пожалуйста со всей серьезностью и строгостью вот этим вот подполковнику и полковнику отнеситесь более того это он уже видео до кому-то обращается необходимости привлечения к строго дисциплинарной и соответственно административно да ребята так ну что-то это мало было хочется еще что-то посмотреть от руслана жанписова сейчас секунду чего-нибудь еще глянь ну такое чтобы прям немного было так руслан жинписов на свободе сейчас сейчас ребят сейчас чем быть еще глянем слишком длинный не не хочу записывать просто потому что нет времени абсолютно что-нибудь покороче вот какое-то видео последнее на канале и так понимаю руслана жинписова полицейский в истерике ну давайте это посмотрим просто время у меня тоже я за 20 минут задала видео фиксация пока привезут господин команды как не подскажете а кто остановил этот автомобиль зачем вам это смысле я буду представлять интересами есть доверенность от этого человека а вы кто такое-то требует вы имеете право проверить такие документы предоставлять юридическое лицо юридическую помощь может быть конечно имеем право покажите мне удостоверение какое а такое бывает да конечно вы не покажите будете покажите пальцем на сотрудника который остановил и потребовал ваши документы какой именно вот это правильно как два сколько их много я представляю интерес этого человека будьте любезны составьте протокол блин они ничего не могут с ним сделать как он как это подполковник да она у меня были по звездам я не обязан правонарушения это который будет оспариваться потому что полосы там не белый более того в принципе понимаете о чем он говорит вынимаете да то есть он говорит а то что не обязана садись садись машин из машины не выходить она показывает она показывает что на на самом деле на самом деле остановил вот этот сотрудник и он получил документы а значит у нас по закону по крайней мере club так требует от сотрудников оформлять должен тот кто получает документы тот кто останавливает остановил он она конкретно она показывает на него слушает под кричать не надо он сам же мне на камеру же об этом сказал я стал я остановлю понимаешь ты знаешь чем проблема у этого сотрудника полиции ко мне и но я смотрю лицо знакомая то видео которое у меня уже есть данный канале как раз таки вот конфликт был с этим сотрудником насколько я понял ну да вроде бы он был из так вот мне что называется память не изменяет а на самом деле а на самом деле дело очень простой документ и передается как он определил что она не трещине сюда это уже что-то такое как бы попахивай да как это называется беспочвенное обвинение ли просто ну где доказательство что из что это такое вывод ладно надо там сказал алкоголем попахивать ну типа показалось а тут уже прям прямое обвинение идет так ну а вообще что я хочу сказать я вот как бы на все это смотрю да ну у нас тоже есть такие ребята которые тоже вот так же прям четко отстаивают свои свою позицию и все это чего происходит от того что один конкретный человек данном случае руслан жинписов он я так понимаю конечно же от и до знает правила какие-то я так понимаю даже какие-то внутренние документы и ну я имею ввиду правила которые распространяются еще и на сотрудников не только общие правила дорожного движения пдд законы но еще и какие-то внутренние поэтому он может так ловко всем этим оперировать и самое главное как бы он же ничего не сочиняет это просто отдельно взятый человек который знает от и до свои права вот вот в сфере автомобильной в сфере дорожного движения ну назовем это так а инспектора или не знают или знают но они думают что в общей массе люди не знают этого и поэтому можно останавливать где хочешь какие-то незаконные требования предъявлять как бы уповая на то что ну народ в целом безграмотен на и какие-то такие тонкости моменты ну так и есть большинство конечно же не знает вот они этим пользуются но блин если бы все знали так а вот с другой стороны да ты же не не обязан все знать какие-то такие моменты тонкости хотя хотя как не обязаны наверное обязан тоже да как гражданин ты это значит чтобы не нарушать я и а с другой стороны до инспектора тоже они как бы не должны наверное так да правильно я говорю ну они просто не должны сознательно опять же нарушать какие-то законы и права обычных граждан в данном случае водители автомобиля тут видите как бы все должны но с другой стороны по идее это но никто никому ничего не должен вот как бы есть такое мнение в целом что никто никому ничего не должен но опять же да еще одно но со стороны инспекторов они вот не знаю как у вас у нас они получается не нас не на работе они на службе они служат народу я думаю у вас такая же система они тоже служат народу и вот они как раз таки наверное не должны а обязаны обязаны просто прямо реально обязаны и это эти обязательства конечно же прописаны в соответствующих документах они обязаны и все делать строго согласно букве закона а вот обычные люди граждане как раз таки наверное должны знать правила от и до но не обязаны ну я имею ввиду базовые то конечно как бы наверное обязаны знать да раз они управляют транспортным средством в рамках правил пдд как бы сдаем все экзамены данные права а вот всякие такие юридические моменты тонкости наверное конечно же не обязаны знать это чисто как по желанию и как бы вот из всего вот этого моего разговора опять да ну как ни крути руслан шинписов тут прав по всем фронтам ну кто вот так вот посмотрит да допустим другой человек у него может сложиться впечатление что ну блин ну он просто докапывается да докапывается ну вот да докапывается такая у него гражданская позиция чтобы и строго как сказать чтобы инспектора полицейские строго шли согласно букве закона вот вот такое у него желание такое у него есть хотите бзика в голове и я такой ну тоже вот у меня такие мысли были были мучен просто докапывается покажи ты эти права и уедь ну это как бы дело каждого да ты или готов просто показать права не потерять свое время я уже не про этот случай говорю я вообще в целом вообще ты то есть готов показать права когда тебя остановили необоснованно да не потерять свое время но как бы согласиться да вот на то что такое некое беззаконие да то есть вот в конкретном маленьком случае или же ты готов тратить свое время ну не знаю есть она у тебя свободно или может быть у тебя нет свободного времени но ты на принципе то есть как бы тут у тебя внутренний конфликт и не можешь это дело просто так отпустить и ты идешь в этот спор доказываешь аргументированно доказываешь как в случае с русланом женписовым но в таких моментах конечно же надо четко знать и понимать что ты говоришь сколько таких случаев было когда тоже вот ну ребята нас смотрятся таких видео и тоже пытаются что-то там возражать но инспектора оказываются более а такие настойчивее да что ли где-то наглее где-то может быть умнее да как схитрить и так или иначе там применяют физическую силу за неповиновение да это я к чему если и отстаивать свои права и позиции для начала конечно же надо четко знать и понимать что ты делаешь и что ты говоришь и ну должна быть уверенность она это тоже соответственно потребуется время чтобы все это изучить и это надо хорошо изучить да чтоб ты в любой момент на любое какое-то неправомерное требование смог четко отдать ответ как бы как выстрел чтобы бах тут же прямо сразить и инспектора да ну вот в данном случае если так что блин так как бы все это не так просто и легко как кажется стороны блин такой думаешь да я тоже тут чем не остановили вроде бы ты понимаешь что тебя неправномерно остановили но как бы надо тоже уметь этим всем оперировать то есть говорите доказывайте хотя по идее да ты не должен доказывать свою невиновность но где мы живем ребят современных реалиях что у нас что у вас с этим проблемы но опять же судя по комментариям у вас по крайней мере на дороге перестали останавливать вот просто так в любых местах это я все сужу и делаю выводы исходя из комментариев у нас это как бы процветает и это как раз таки то о чем я говорил вот пару минут назад ты или показываешь права и до тебя не докапываются показал права все уехал по своим делам не тратишь время занимаешься чем-то своим или же ты бросаешь все идешь как говорится в бой доказывать ребят напишите в комментариях как вы поступаете ну опять же да как я сказал у вас уже так не останавливают или все-таки есть такие моменты но мало ли вдруг где-то еще остаются остались те инспектора которые как говорится ну типа в прошлом еще живут напишите в комментариях с удовольствием почитаю так ребят по этому видео у меня все пишите комментарии пишите мнение что вы думаете по моим словам не забывайте подписываться на канал кто еще не подписался и проставляйте лайки все давайте ребята всем удачи пока